Лучшие школьники Ульяновска поедут в Беларусь. Договоренность об этом достигнута в ходе визита главы города Дмитрия Вавилина в Минск. Нашла она поддержку и у гостей областной столицы, заместителя главы администрации партизанского района Минска Владимира Лебедя и директора унитарного предприятия Ремавтодор Павла Стасевича. Делегация из Республики Беларусь прибыла в Ульяновск сразу после возвращения главы города из Минска. В первую очередь, конечно, бросилась в глаза идеальная чистота. На улицах, во дворах, на общественных пространствах, в парках, скверах. Просто идеальная чистота. Конечно, это очень бросается в глаза и мы стремимся к наведению такого же порядка в нашем городе. Стороны договорились об организации перекрестных бизнес-миссий. В первой декаде октября в Ульяновск приедут белорусские промышленники и бизнесмены. Регион также планирует направить в Беларусь делегацию, чтобы понять, в каких направлениях ульяновский бизнес может сотрудничать с белорусскими коллегами. Я вчера был удивлен очень и был восхищен посещением вашего завода. Очень понравилось само производство, как налажено. Я вчера посетил политехнический университет. Мне показали классы практики. Это удивительно, это здорово. Я вчера пообщался с студентами. Вы делаете большой вклад в развитие науки. Именно на просветительскую работу с молодежью направлена инициатива о поощрении лучших школьников Ульяновска. Планируется, что уже в этом году 500 ребят побывают в местах воинской славы Республики Беларусь. В свою очередь наш город готов принять школьников из Братской Республики и показать им ленинские места. В связи с этим стороны задумались о налаживании прямого авиасообщения между Минском и Ульяновском. По информации администрации города, есть предложение использовать мощности государственной компании Белавиа. Этот вопрос будет решаться с администрацией Минска и региональным министерством транспорта.